У комитета Гомеля облмайомость подвели попередние выники утягнения у господаршего оборота державной майомости, якая не выкористовалася. Для досягнения запланованного оселета было проведено больше, как 140 аукционов в тымлику 11 электронных торгов, которые используются все больше значительной популярностью. Наши корреспонденты подчеркнулись лесом продательных объектов. Об эффективности электронных торгов можно мерковать по такой лижбе. Оселета на них был продательный практически каждый шестьвертый объект. В уголе электронные торги на Гомельшине практикуются с 2016 года. Али, саправды, популярными стали с минулого года. Коли с початку на лот претендовал, добра, коли один покупник, то зараз сколько жадающих на быть, выставленный на продаж объектной рухомости, доходить до 10 человек. Несамненным плюсом электронных торгов является экономия времени для покупателей, так как им необходимо подать заявку в электронном виде, привести комплект документов, а в дальнейшем в самих торгах участвовать уже удаленно с любой точки мира. То есть не надо тратить свое время на то, чтобы приехать к нам и здесь торговаться. Дякуючу электронным торгам, площадки, которые не использовались, все лета снизились амаль на 14 тысяч квадратных метров. Это лучший показчик сирот регионов Беларуси. На некоторые такие объекты зараз распроцовывается проектная документация, а некоторые уже используются. Будинок былого Державного лицея Гандлю, площадки амаль о полторы тысячи квадратных метров, наукцион выставляли еще год тому, али продали все лета у вынеку электронных торгов. Зараз будинок уже находится у эксплуатации. А пушные в этом году электронные торги пройшли наприконцы минулого тыдня. По словам специалистов комитета «Гомель Аблмайомость», их можно назвать поспеховыми. С 10 пропонованных лотов было продадено 7. Если подводят выники усяго года, то можно назвать и такую личбу. Все лета на электронных торгах у Гомельской области реализовали 23 объекты, а в дело их приняли амаль 90 человек. Это новый рекорд, зарегистрированный в комитете. Законодательством предоставляется ряд возможностей по снижению цены продажи. Особенно стимулирование этой работы, я думаю, будет способствовать принятию нового указа президента Республики Беларусь, который вступил в действие в ноябре текущего года. 169-й указ о распоряжении государственным имуществом, которым предоставлены дополнительные льготы нашим покупателям. После нерезультативных аукционов цена продажи объекта может быть снижена сразу на 50%. Кроме того, инновацией именно этого указа является возможность приобретения недвижимого имущества физическими лицами по цене равной одной базовой величине для осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».